Ужесточить штрафы за нарушение ПДД и снизить скорость движения в населенных пунктах до 30 км в час. Такие требования выдвинул Кишиневский велосипедный альянс, призывая местные и центральные власти создать безопасные условия на дорогах. Всех велосипедистов тронуло и объединило. Недавняя трагедия 21 февраля автомобиль сбил чемпиона Молдовы по велоспорту среди юниоров Валериана Рейляна. Минувший понедельник 12-летнего мальчика проводили в последний путь. Валериана я не знал лично, но у нас у всех одна судьба, потому что мы находимся в одном и том же месте, на трассе, там, где нас могут убить. Эта трагедия показывает, как небезопасна для нас на дорогах. Участники клуба велосипедистов-любителей говорят, что они давно смирились с мыслью, что любой выезд может закончиться трагически. Они отмечают, что каждый день сталкиваются с ситуациями, когда автомобилисты нарушают ПДД по отношению к тем, кто едет на велосипедах. И чаще всего водители не соблюдают дистанцию. Когда ты чувствуешь автомобильное зеркало на своей одежде, это довольно... Сейчас пока ехал, меня подрезал БМВ, как бы, то есть я к этому уже спокойнее отношусь, то есть, ну да, то есть там все покричали и дальше поехали. Ну вот мы к этому и привыкли, что типа, ну подумаешь, чуть не сбил, поехали дальше, то есть вот обычно у нас так это происходит. Буквально сегодня, направляясь сюда, по национальной трассе, два грузовика проехали на минимальном расстоянии в полметра, в то время как они обязаны на скорости более 50 км в час обгонять нас по другой полосе. Некоторые велосипедисты-профессионалы говорят, что тренируются на трассах только в сопровождении автомобиля. Он, как прикрытие, едет сзади, за велосипедом. После аварии, в результате которой погиб Валериан Рылян, Кишиневский велосипедный альянс просит Министерства внутренних дел провести информационную кампанию, рассказывая водителям, как правильно обгонять велосипедистов. От Министерства инфраструктуры и регионального развития они требуют нанять специалистов, которые бы занялись развитием велосипедной инфраструктуры, привели ее в соответствие с европейским законодательством, привлекали европейские фонды, а также создавали проекты по повышению безопасности дорожного движения. Кроме того, столичные велосипедисты призывают, чтобы Молдова стала частью европейской сети велосипедных маршрутов «Евровелла». Обращаясь к мэрии, они просят утвердить план создания велосипедных полос и велодорожек в 2023 году. Мы десятки раз просили власти об этих изменениях. Три года ждем каких-то изменений в законодательстве и каждый раз сталкиваемся с препятствиями. Инфраструктурные проекты нам срезают направо и налево в определенных структурах, и это неправильно. Если вы хотите европейский город, европейскую страну, начните с этого. В Министерстве инфраструктуры говорят, что в Молдове создают новую стратегию мобильности, которая охватит всех участников дорожного движения. Наши коллеги из Министерства внутренних дел разрабатывают стратегию безопасности дорожного движения. И что очень важно, мы занимаемся разработкой нового закона, посвященного аудиту дорожной безопасности. Согласно документу, уже на этапе проектирования дорог и элементов дорожной инфраструктуры должны строго соблюдаться критерии безопасности. В парламенте находится законопроект, который 2 марта должен пройти голосование в последнем чтении. Этот законопроект разрабатывали и широко обсуждали со всеми участниками дорожного движения и заинтересованными лицами и группами. Практически закон содержит дополнительные санкции и правила. Также Кишиневский велосипедный альянс просит Министерство образования ввести программы по безопасности дорожного движения и продвигать альтернативные виды транспорта в учебных заведениях.